Всем профита, с вами Кирилл Эванс, и пока у нас на рынке ничего не понятно, но очень интересно, мы с вами пойдем немножечко посмотрим Global Macro. Потому, друзья, устраиваемся поудобнее, чаечек, копеечек и полетели ближе к делу. Итак, друзья, у нас, по сути, проиграли республиканцы войнушку, эту всю клоунаду, и у нас снят лимит на потолок госдолга на целых два года. Скоро на рынок выйдет Минфин и начнет денежку занимать, и рынок что сделает? Упадет, потому что если нету ликвидности, то габело всему. Но перед этим рынки в айфории, финальная фаза, и само собой выкидывают с рынка шарты. Куда полетим, не знаю, но то, что бреют шартистов, уже видно на СНП. Поехали все это рассмотрим, но перед этим давайте интересную новость, друзья. Биткоина и криптоиндустрии переобулся. Запустил свою NFT-шку и также тегает Web3. Также, друзья, запустил свои цифровые токены, обеспеченные золотом. 100 миллионов монет в циркуляции будет, по сути. И, друзья, 1% будет комиссии за покупку и 4% за продажу. Ах ты, Питер Шейвс, Комитрон! Так хейтил, хейтил эту индустрию и переобулся. Многие его троллят, друзья, а мне становится страшно за криптоиндустрию. Потому как, да, такие лютые хейтеры битка и криптоиндустрии переобуваются, это не к добру. Это точно не к добру. Друзья, что я пошел делать? Я, значит, пришел в Google Тренды, пробил тут биткоин, можете на английском пробить. И начал смотреть на волны социального настроения. Где у нас был ключевой спрос и где было всем скучно. И никто, по сути, не искал биткоин и не гуглил про него информацию. Это все взял и накинул, друзья, на график. И вот, что у меня, друзья, получилось. Я немножечко в шоке. Я понимаю, конечно же, что рынок это волны социального настроения. Но не до такой же степени. Итак, давайте посмотрим. Красные линии. Это у нас пониженный интерес к биткоину. И зеленые. Это повышенный интерес к биткоину. Итак, друзья, когда никому биткоин не интересен, плюс-минус, да? Почему-то цена растет. И крупный игрок себе набирает. Как только интерес появляется на пике, потому что цифры в новостях гудят, люди приходят покупать, и им защики напихивают биткоин. Тут никому он не интересен. В сообществах очень мало людей. Никому биткоин не нужен. Он лютая скамина. Идет фаза накопления. Потом интересен. Фаза распределения. Все покупают. Большие дядьки продают. И так далее. Гляньте, как все циклично. Итак, распределение, распределение, накопление. Никому здесь он не интересен. В сообществе 700 онлайна остается 20 человек. Покупаем. Распределение. 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 Где всем он интересен. По пикам, да? Это, друзья, там, где и крупные игроки на спросе сгружают всем биткоин. Потому что, чтобы мне разгрузиться, мне нужен спрос. Люди покупают. Я им продаю. Ну и когда он, опять же, никому не интересен. Вот здесь и вот здесь. У нас идет фаза накопления. Людям он не интересен. Опять же, у нас в сообществе было 5 человек онлайна. Мы покупали, здесь докупали. Космосы и другие монеты. А людям он был не интересен. Вот сейчас они пришли и спрашивают. Кирюха, а стоит ли сейчас покупать? Друзья, думаю, что финальный вынос по шортам будет. Я считаю так. Вот. А давайте-ка посмотрим с вами на S&P. Друзья, гляньте, куда он летит. Думаю, что 4300, если пробьем, то ситуация будет такая же, которая была в году 10, а то и ближе. Давайте посмотрим, где это было, друзья. Итак, у нас в 20-м году, извиняюсь, 18 февраля, рынок обвалился после пробоя всех этих отметок, вынесли все шорты, обвалился на 35%. Почему обвалился? Потому что у нас Apple, по сути, это драйвер этого роста. Гляньте, что Apple делает. Это именно поэтому S&P и растет. Помните, да, отметки 18-20 год. У нас что-то было падение, откорректировались. Еще одна коррекция, вылетели очень быстро с поджимом наверх. Вот. Обновили хаи. Еще поросли буквально квартал. И вот здесь все рухнуло. На 35%. И на этом и рухнул S&P. Друзья, может ли здесь быть такая же ситуация? Почему нет? Вынесут шорты, потом опустят рынок на процентов 20-30, а то и больше. Поэтому, друзья, будьте внимательны, запасайтесь кэшем, чтобы всю эту фазу пережить и добрать активы. Потому что, когда будет кровь на рынке, это время для game-changed money. Для инвестиций, которые вашу жизнь изменят. Потому, друзья, самое главное, меньше спекуляции. Потому что спекулянты вас раз выкинут с рынка и все потеряете. Лучше пересидеть просадочку, чем попытаться по биточку, да. Где-то вот здесь сейчас выйти, вас выкинут. Потом вот так будет. Не успеете перезайти и вот так полетит. Но оно вам надо, эта вот спекуляция мелкая, да, чтобы объемчик увеличить, потому что все жадные, все хотят объем увеличить, чтобы потерять такой потенциал роста и забрать все движение. Потерпите и будет вам счастье. Или не слушайте меня, продавайте свой биткоин, хеджируйте его шортом и зарабатывайте бабос. Но если вас выкинут, потом не нойте. Ной не ныл и вы не нойте. Поехали, друзья, дальше. Золото тоже штурмует отметку уже в 2000 долларов. Третий раз никак ее снести не можем. Думаю, что рано или поздно золото все равно придет в свои справедливые значения. Справедливые значения что для битка, что для золота, что для нефти, это примерно себестоимость добычи всех этих ресурсов. Потому, друзья, все, что выше и ниже, это страх и жадность. Потому, в принципе, это и руководит рынками. Страх и жадность. Новости раздуваются, что и на страхе, и на жадности все обваливается, или все растет в космос. И всем все равно, в принципе, где покупать. Дальше, друзья, локально по поводу битка. Ничего не меняется, да? Треугольничек накопили, пробили. Люди залетают в лонг, бреем шорт. Приходим вниз, треугольничком вверх. Люди залетают в шорт, бреем их наверх. Опять же, люди залетают в лонг, бреем их вниз. Люди залетают в шорт, потому что боятся бреем их наверх. Все то же самое фрактально на рынке повторяется. И локально, и глобально. Но люди говорят, да не может же, Кирюха, быть все так просто. Да мать его! Ё-моё, аналитики! Откройте ка-историю битка. Вы уже 3-4 цикла орете, что... Ну, не может ситуация повториться. Да мать его, откройте S&P за 100 лет. Посмотрите на фрактальность этого графика. Ну, чё вам непонятно? Ё-моё. Купили и ходлим. И исторически так сложилось, что чем дольше вы играете в данную игру, чем больше будет профит. Просто нужно уметь ждать и пересиживать кризисы. Ну, или спекулируйте и теряйте все свои бабки, друзья. Такие дела. Поехали дальше, друзья. У нас шо еще? У нас индекс цен на жилье просто на пиковых значениях. Думаю, что еще вырастет немножко, но потом рухнет к чертям собачьим. Потому в недвижку не лезу и вам того не желаю. Вижу, как цены растут на квартиры, на сдачу, на аренду. Я, друзья, считаю, что это все рухнет. Пузырь раздули, рухнет. Последним он рухнет. Самым последним. Потому что все-таки рынок жилья, он такой самый стабильный. И если падает, то падает последним. Но там пузыри такие. Мама, не говорю, гляньте. Вертикально уже индекс цен на жилье заворачивается. Я в такое не вхожу. Ну, а вы влетайте. Будет вам бритье. Дальше. Еще одна метрика, за которой я слежу уже постоянно. Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500. Друзья, набирают дальше шорт. Огромнейший шорт на рынке. Именно поэтому все и растет. На шортах топливо для роста. Гляньте, куда летит дальше S&P. Вы уже такое видели и здесь. И вот здесь. Несли шорты очень долго. Когда всех уже выдряхнули, полетели уже вниз. Потому, друзья, выносите. Выносите вперед ногами этих всех шартунов. Этих профессионалов рынка. Nvidia, друзья, какой сумасшедший гэп делает. Это жесть. Растет на хайпе искусственного интеллекта. Рано или поздно обвалится. 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 Ну, а хомячки с таким гэпом покупают дальше. Ну, и само собой, также выносят шорты по данной компании. Помните, да? Как все компании шортили в GameStop. Укатали ее, по сути, на 95%. Ну, а собралось сообщество энтузиастов. Там очень много было фондов. И некоторые блогеры, люди. И вынесли к чертям другие фонды, которые шортили. Друзья, гляньте, какой был рост. Рост был. Там лютые какие-то проценты. 15 тысяч процентов. Никакой шорт это не выдержит. Маржа не хватит. 100% повыносили всех чертям собачьим. Вот здесь уже было нереально терпеть. Вам нужно 700% маржи с первым плечом, чтобы такое переживать. Никто в это играть не будет. Повыносили к чертям собачьим этих фондов. Вот такие дела. Потому все, может быть, на рынке. Вынесут на шортах и полетим в космос. Друзья, такие дела. Значит, Litecoin поджимается к верхнему уровню. Но у нас здесь две ситуации. Вроде бы это поджим кверху. Вроде бы есть и поджим книзу. Потому куда прольемся, туда и полетим. Друзья, потому будьте внимательны. Не работайте. Если вы не умеете работать со стопами, не работайте с рынком. Ючей, пожалуйста. Купили на споте, сидим ходлием. Чего в этом спекулировать? Эппл показал. Людь какая-то. Гляньте. Он просто, блин. Просто все, что упал за полтора года. На 50% вырос. Байбеки и так далее. Это что такое? Медвежка же на рынке. Фаза накопления. Ставка в потолке. Инфляция сумасшедшая. Эппл растет. А что не? Заливаем бабками. Да и погнали. Жесть. Друзья, в общем, вы поняли. СНП у нас все-таки пробил данную отметку. Посмотрим, что будет в понедельник. Ну, развернемся или нет. Но 100% ликвидность рынка рано или поздно уйдет. И, друзья, будет все-таки коррекция. Она будет. Потому готовьте свои булки. Я предупреждаю последний раз. Готовьте свои булки. Кто влетает сейчас, думайте сами, иметь вам или не иметь. Влетайте постепенно. Не на всю котлету и частями. Если хотите в рынок зайти. Но не влетайте сейчас, чтобы потом ныть кирюхи. Ах, ты нас засадил. Вот такие дела. Дальше нефть пыталась пробить отметку вниз. 70 долларов. А нефть марки Brent не пробили. Отскочили, держат. Если пролют, польется к чертям собачьим. Ну, и вернется к своим справедливым отметкам. 46-50, по сути, долларов за баррель. Такие дела. Рынок крипты немножко зеленеет. Мне страшно становится. Потому что мой портфельчик тоже зеленеет. И я вообще такую фазу не люблю. Я люблю, когда все падает. Да. Немножко прикупить, докупить. Поржать с людей, которые кричат. Орут. Уходят. Там с дискордов, с комьюнити. Все такие. Самое главное. Все такие криптоэнтузиасты. Кирюха, мы с тобой до конца. Мы ходлеры. Проходит месяц. Рынок упал. Стоит. Людям скучно. Никого нет. Говорю. А где же вы ходлеры? Где же вы энтузиасты? Я сижу год в сообществе. И сидит пять человек. Где же все эти энтузиасты? А, смыло. То есть мы энтузиасты только на росте. Друзья. А за счет чего мы на росте зарабатываем? Может быть за счет накопления снизу? То есть когда всем скучно нужно покупать. Чтобы потом это все занести наверх терпением. И заработать. Люди почему-то потом. Эти же люди. Возвращаются на пике. И говорят. Ой, Кирюха. У меня не было времени. Я не успел. А кто тебе доктор? Не было у него времени. Было у тебя время. Просто тебе было не до этого. У тебя были дела. Но рынок это вам не автобусная остановка. Он вас ждать не будет. Пронесет к чертям собачьим. Будете потом ныть покупать на хаях. Друзья. В общем. По Ниру. Это пока единственный актив. Который принес мне пока. Самый большой убыток. В моем портфеле. Но диверсификация. И правильная пропорция в портфеле. Все равно. Выводит мой портфель плюс. Вы не сможете подобрать активы. В своем портфеле. Чтобы все эти активы росли. Именно поэтому. Мы делаем диверсификацию. Чтобы один актив рос. И компенсировал падение другого. Это и есть. По сути. Хедж. От падения. Биткоин. Самый крутой хедж. От падения. Альткоинов. Запомните. На всю свою жизнь. Примерно. Если будет. Процентов 10. 20. Биткоин. А хотя бы в портфеле. Это сможет хоть как-то захеджировать падение альткоинов. Дальше друзья. Ну и космос. Наш любимый актив. Хоть и рисует здесь поджим к нижнему уровню. Мне он очень нравится. Я его стейкаю. Если будет падать. Буду еще больше покупать. У меня уже 13 кама нет. Я доволен. Думаю что вы тоже. Мы еще увидим с вами. Ой-ой-ой бритье. И вверх. И вниз. Потому готовимся. И будьте пожалуйста сильными. Не нойте. Потому что я уже заколебался вас успокаивать. У меня что? Крипто церковь. Ё-моё. Мы же взрослые люди. Ну и друзья. Эфир. Уже в третий раз штурмует отметку 2000 долларов. Я пока не верю в 3500. В 4К. Может что-то и быть такое. На каком-то лютом выносе шортов. Но пока 2300-2500. Это пока максимум. И то давайте сначала пробьем 2К и закрепимся. Потому что пока у нас было два ложных пробоя. Вот. Ну а если друзья падаем ниже 1700. Закрепляемся. Вот как-то вот так. То это друзья шорт. Хотя ненавижу говорить про шорты. Потому что иногда открываю шорт. Но друзья. Это против криптоэнтузиаста. Против моей природы. Не хочу шорты. Не хочу. Вот такие дела. Поэтому лучше пересижу. И просто куплю на споте. Хочу накопить 32 эфира. Потом покажу как его застейкать у себя. На своей же ноде. И на этом зарабатывать 6. Примерно 7 процентов годовых. Друзья в пересчете на цену. Которая будет в будущем. Это неплохой такой пассивный доход. Потому друзья. Завтра ролик про хедж. Всем спасибо за просмотр. Лайкос за видос. За экспрессию. За динамику. За подачу. Кирюха пошел писать новый видос. Ну а вам всем хорошего настроения. Не быть Питером Шифом. Быть криптоэнтузиастом. И оставаться в рынке и в сообществе. Даже когда цена падает. Потому что это всего лишь цена. Зная что у нас идет печать бабок. Зная что у нас деньги обесцениваются. Мы оцениваем битки и крипту в долларах. Рано или поздно. Все перепишет свои пиковые значения. Нужно просто подождать. Потому рынок. Именно такой рынок. С такой экономикой мировой. Прощает нам многие ошибки. Потому друзья. Всем профита. Всем ночью. Всем пока. Не нойте. А я с вами. Дальше иду. Развиваюсь. Ну и что еще сказать. Чаечек и кофеечек. Как всегда. При мне. И должен быть при вас. Потому что куда без чайка. Без хорошего настроения. Как этим всем заниматься. Ку-кух аж поедет друзья. Всем хорошего настроения. Надеюсь немножечко вас успокоил. Разбавил ваши серые будни. И немножко нагнал шуму. Все. Покет. Увидимся. Если Питер Шифт не переобудится. Еще раз блин. Тварюка. Че лезешь в крипту. Не лезь в крипту. Вот спекулянт. Тьфу.